Особенности анестезии в онкологии. К особенностям нужно отнести то, что происходит расширение показаний кооперативного вмешательства, отличие пациентов онкологического профиля от общих хирургических пациентов по соматическому, психическому состоянию, особенностями иммунной реактивности, а также увеличение объема и сложности хирургических вмешательств, в том числе у пациентов с коморбидной патологией. Врачу-анестезиологу приходится сейчас сталкиваться, извешивать плюс и минус предстоящей операции, плюс и минус те риски, которые представляет и проведение анестезии у пациента с выраженной сопутствующей патологией. К сожалению, известные системы оценки риска не всегда могут указать на истинный риск анестезии, потому что очень часто игнорируются технические трудности проведения анестезии, так как и проведения операции. Обратите внимание, я буду показывать сейчас из архива нашего института различные фотографии, это то, что было за последний год. Циторедуктивная комбинированная операция, правосторонняя гемиколоктомия, гастроктомия, холецистоктомия, спленоктомия, передняя резекция прямой кишки, перитонеомоктомия, внутребрюшная гипертермическая химиоперфузия. Этот снимок сделан самой операционной. Большой сальник удален с желчной пузыри, желудок, селезенка, малый сальник, париетальная брюшина, толстая кишка с дистальным отделом подвздошной кишки. На данном слайде вы видите с теми сложностями, которые могут столкнуться анестезиологи при обеспечении проходимости дыхательных путей, связанной с изменением скелета лицевой части черепа. Это также пример, причем эта опухоль образовалась и увеличилась, такая зло растущая в течение полугода. Также пример трудных дыхательных путей. В ряде случаев анестезиологу приходится отходить от запланированного ранее плана анестезии. В данном случае вы видите, что выполнена раздельная интубация главных бронхов, а правый главный бронх интубирован транстаракально-однопросветной трубкой во время резекции бифуркации трахеи. Увеличивается число пациентов, которые имеют выраженную сердечно-сосудистую патологию. Общая летальность у этих пациентов достигает 0,3%. Это очень большая летальность. Кроме того, увеличивается число пациентов с онкологически, с выраженной коморбидной сопутствующей патологией. И, естественно, для этих пациентов необходима предоперационная подготовка. Происходит в современных стационарах наших ограничение предоперационного периода в условиях стационара. Прошлый год в нашей клинике это был 1,2 койка дня. В этом году, по всей видимости, будет меньше. Понятно, что за этот промежуток времени просто невозможно подготовить пациента с выраженной сопутствующей патологией, достойной к операции. Поэтому ставится вопрос о необходимости участия врача-анестезиолога уже в предоперационном, а именно на поликлиническом, аблуаторном этапе. Анестезиолог должен коррегировать нарушения в предоперационном периоде и провести оценку риска. Должно быть ознакомление пациента с анестезией программы лечения, и необходимо начинать коррекцию функционального статуса пациента. На этом слайде, который взят был из лекции профессора Левита, вы видите, что только 41% анестезиологов осматривают пациента более 25 минут. Ясно, что за этот промежуток времени, даже самый большой, который здесь отражен на слайде, невозможно произвести подготовку, только можно оценить часть подготовки пациентов к предстоящему оперативному вмешательству. Возможность участия врача-анестезиолога на поликлиническом этапе предопределяется порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по специальности анестезиология и ренемтология и закреплен в приказе Минздрава от 2012 года за номером 919. 30% рабочего времени анестезиолога-анестезиолога отводится на осмотр и консультирование больных в амбулаторных и стационарных условиях. Предоперационное обследование большинства пациентов, конечно, проводится лечащим врачом-хирургом, и лишь пациентов высокого риска направляют на консультацию к анестезиологу. И здесь ставится довольно первый сложный такой вопрос перед нами всеми, которые мы должны решить, это рациональная деоперационно-амбулаторная оценка пациента. Разное понимание между интернистами, в первую очередь терапевтами и анестезиологами. Нужны, конечно, внятные протоколы обследования до поступления на плановую операцию именно для интернистов. Необходима оценка общего риска перед операцией, провести необходимую страфикацию риска. И понятие медицинского разрешения на операцию, оно достаточно не совсем объективно с точки зрения подготовки пациента. Есть данные, что у 40% пациентов со справками от терапевтов, которые были вне клиники получены, найдены новые нестабильные состояния. Очень важна здесь роль врача-терапевта, который на предоперационном периоде должен уже проводить тестирование при планировании у пациента высокой степени риска анестезии. Очень важна следующая запись, утверждающая, что операция не противопоказана, не является достаточной для разработки плана безопасной анестезии. К сожалению, мы сталкиваемся очень часто, и вот в данном случае два только примера, когда вы видите, вот предложены были справки, пациенты пришли с этими справками, вы видите, выраженнейшая сопутствующая патология у пациента, и всего лишь маленькая запись из трех неполных строк. Противопоказаний для оперативного вмешательства нет. В данном случае выраженная сопутствующая патология у пациента и запись, вообще вызывающая удивление. Даны рекомендации по питанию, и пациент поступает для специализированного лечения. Предлагается следующая логистика. Осмотр врачом-хирургов, оценка хирургического риска, назначение стандарта клиника лабораторных исследований, с которым уже пациент приходит на осмотр к терапевту. Где проводится полный сбор анамнеза, оценка функционального состояния, и назначается непосредственно при необходимости дообследования, или терапия, или осмотр узкими специалистами, и только по завершению этого производится осмотр анестезиологам, и осмотр принятия окончательного решения, в том числе через консилиум. Алгоритм предоперационной хирургической оценки видится следующим. 1. А. Оценка риска хирургического вмешательства. 2. Оценка функционального статуса. 3. Клинические предикторы. Их 5. Ишемическая болезнь сердца, компенсированная или имевшаяся сердечная недостаточность. 4. Цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет, почечная недостаточность. 4. Д. Это решение по направлению согласно пунктам А, В, С. Если 1. Да из пункта С, то направляется к врачу общей практики, терапевту, кардиологу. Если 1. 5. Нет, но плохой функциональный статус, пациент направляется к кардиологу. И если 1. 5. Нет и приемлемый функциональный статус, то дополнительной консультации не требуется. Что брать за основу при подготовке пациента к оперативному вмешательству? Законодательная, непосредственно законодательные документы, либо это ГОСТы, либо это приказы. За основу также можно дать еще и клинические рекомендации взять, которые написаны очень хорошо с моей точки зрения. Но имеет один недостаток, потому что они написаны, извините за тавтологию, очень хорошо. И не все клиники имеют возможность выполнения тех требований, которые есть в клинических рекомендациях. В клинических рекомендациях четко отмечено состояние, требующее временной отмены плановой операции, немедленного обследования и лечения. Это стенокардия покоя, требующая частого использования нитратов, выраженная фракция выброса левого желудочка ниже 30%. Перенесенный инфаркт миокарда ранее 90 дней, систолическое артериальное давление в легочная артерия более 60 мм втутного столба. Декомпенсирована сердечно-сосудистая недостаточность 3-4 функционального класса, АВ-блокада 2-3 степени, желудочковая тахикардия, брадикардия с эпизодами асистолии более 3 секунд. Клинические ситуации, требующие выполнения кардиохирургической коррекции, ревоскулиризация. Это предоперационное выполнение коронарографии и ревоскулиризация, рекомендованного у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, рекомендованного у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ, рекомендованного у пациентов с тяжелой стабильной стенокардии, клиника, которая сохраняется на фоне оптимальной медикаментозной терапии. И, наверное, самое сложное – это решение вопроса проведения коронографии может рассматриваться у пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца, которым планируется выполнение оперативного вмешательства высокого кардиального риска. В рекомендациях по предоперационному обследованию и ведению пациентов при выполнении внесердечных хирургических вмешательств хорошо описано, когда необходимо выполнение ЭКГ, когда необходимо выполнение эхокардиографии, когда необходимо выполнение стресс-тестов и когда необходимо проведение коронарной ангиографии. Далее проводится оценка риска развития сердечно-сосудистых осложнений по одной из предложенных шкал. И нужно отметить, что, пойдя по этому пути, наши зарубежные коллеги имеют следующие данные, что примерно 37% таракальных больных признаются функционально неоперабельными при резектабельном раке. Мы с вами говорили уже о клинических рекомендациях Федерации анестезиологов и ренематологов и то, что они описаны полно и с требованиями очень высокими, а в принципе многие клиники эти требования выполнить не могут. Поэтому, конечно, есть необходимость выполнения и создания локальных протоколов. По этому пути пошли наши коллеги из Архангельской области. Пример протоколов переоперационного обезболивания вам представлен. На предоперационном периоде, а именно в поликлинике, возможно проведение коррекции анемии. Анемия онкологических пациентов, это повышает общую смертность, определяет признаки прогрессирования заболевания, снижает безрецидивную выживаемость. И видно хорошо на этом слайде, что есть прямая связь анемии и летальности. Все труды врача-хирурга, врача-анестезиолога, врачей других специальностей, они могут быть обречены на неудачу, как последствия анемии. В консенсусе зарубежных коллег мы видим такую фразу, которая немножко необычна для нас. При лечении анемии перед операцией концентрация целевого гемоглобина должна составлять не менее 130 грамм на литр у обоих полов, чтобы свести к минимуму риск трансвизионных осложнений и неблагоприятных исходов. Я могу сказать, что для нашей клиники это пока недостижимо. Несмотря на то, что используются в предоперационном периоде внутривенные препараты железа, которые достаточно эффективны и при правильном лечении за две недели. А именно я хочу сказать, что часто мы упираемся именно в эти две недели. Мы имеем две недели тогда, когда пациент пришел первый раз к хирургу, когда началось активное обследование, и тогда, когда уже начинается принятие решения, выходит на финишную прямую пациент, это две недели. Здесь как раз у нас есть эти две недели, и при использовании данных препаратов мы можем поднять уровень гемоглобина на 20-30 грамм на литр, но не выше. Не выше. Трофологический статус. Трофологический статус. Известно, что пациенты с низким индексом массы тела, продолжительность жизни их также напрямую от этого зависит у пациентов онкологических. Опять же, обратите внимание, есть 10-14 суток для проведения коррекции за счет сиппинга. С учетом общего суточного рациона пациента понятно, что полностью коррекцию провести мы не можем, но стабилизировать состояние пациента по данному показателю возможно. Таким образом, мы приходим к следующему мультидисциплинарному алгоритму оценки операционного риска на поликлиническом этапе. После осмора наших коллег наиболее тяжелые пациенты приходят к анестезиологу. Осмотр анестезиолога, оценка риска, пациент подготовлен, операция. Если мы все-таки решаем, что все-таки требуется подготовка, недостаточная подготовка была проведена. Шаг 2 – консультация специалистов и проведение дополнительной подготовки, оценка риска. Проведение операции, хочу подчеркнуть, в том числе, очень важно, через консилиум. Не надо брать только одному анестезиологу всю ответственность на себя. Либо второй вариант направления – на специализированное лечение. И шаг 3 – рассмотрение возможности после специализированного лечения оперативного или альтернативного лечения. В данном случае в основе получается индивидуализированный подход со стратификацией риска к каждому пациенту. На сегодняшний день в поликлинике нашего центра врач-анестезиолог принимает пациента, рядом консультирует врач-хирург, терапевт, ангиохирург, невропатолог, кардиолог и нутрициолог. И мы можем при каком-то вопросе сразу же обратиться к нашим коллегам за помощью, за консультацией. Это очень удобно. У нас эта программа уже около 4 лет. И встают сейчас основные сложности для нас. Это все-таки совершенствование механизмов отбора, чтобы наиболее сложные пациенты поступили именно к анестезиологу. В итоге создание алгоритмов подготовки и вопросы качества подготовки на сегодняшний день очень важны для нас. И я могу сказать, что пока полностью они не решены и полного удовлетворения от этого у нас нет. Но мне кажется, что мы стоим на правильном пути. Дооперационная антибиотика профилактика на сегодняшний день решена неплохо за счет того, что есть хорошего качества, на мой взгляд, клинические рекомендации, так же, как и тромбопрофилактика, которая узаконена у нас документом ГОСТом, вот клинические рекомендации по тромбопрофилактике. Если мы говорим о непосредственно уже анестезиологическом обеспечении, может ли анестезиологическое обеспечение онкологических больных повлиять на риск развития рецидива и метастазов? Такой вопрос как бы риторический. Но обратите внимание, что уже более 20 лет назад он вставал. Хирургическое вмешательство способно стимулировать рост уже существующих микрометастазов и способствовать образованию новых. Это подтверждено и более новыми исследованиями. Основная причина – переоперационное подавление активности натуральных клеток киллеров, что ассоциируется с увеличением частоты рецидивов рака и повышением летальности. Поэтому выбор анестетика и методики анестезии влияет на баланс между метастатическим потенциалом опухоли и противоопухолевой иммунной защиты организма. Уважаемые коллеги, обратите внимание на то количество работ, которое было за последние 5 лет опубликовано непосредственно в ПАП-меде. Публикации, посвященные влиянию анестезии и анальгезии на исход онкологических операций. И обратите внимание на эту последнюю строчку. Ковид, та инфекция, с которой мы сейчас столкнулись, она подействует непосредственно на все публикации. Я для интереса посмотрел не только эту проблему, но и другие проблемы, и кардиологии, и питание энтеральное. Везде идет снижение числа публикаций на фоне увеличения, резкого увеличения публикаций, связанных с COVID-инфекцией. Как нужно использовать период переоперационного для улучшения долгосрочного прогноза? Мы должны влиять на переоперационные факторы. Это психоэмоциональный стресс, гемотрансфузия. К анестезиологу относятся также анестезия, гипотермия, боль. Нейроэндокринные и паракринные факторы. Это активация симпатоадреналовой системы, а также опиоиды, кортикостероиды. И иммунные факторы – это антиметастатический иммунитет или прометастатический иммунитет. И также факторы роста и ангиогенеза. Давайте посмотрим, как анестезиолог может попытаться влиять на вышеперечисленные факторы. Регионарная анестезия и исходы в клинической онкологии. Существует очень больших метаанализов, которые в подавляющем большинстве показывают, что роль регионарной анестезии положительна непосредственно в клинической онкологии. Вы видите, что это позитивное отсутствие рецидивов колоректального рака значительно выше при использовании регионарной анестезии, улучшение выживаемости. Но есть достаточно много работы. Вот огромная работа, посвященная была в 2020 году, обзор наших коллег из Малайзии. Недостаточное количество, отмечает автор, недостаточное доказательство положительного эффекта регионарной анестезии. Но если мы посмотрим большинство работ, все-таки в них отмечается, что эпидуральная анестезия, в частности, она влияет непосредственно на исход операций у онкологических пациентов. Возможно, это происходит за счет модуляции симпатической активности при помощи эпидуральной анестезии, а это активирует функции клеток киллеров и иммунную систему в целом. Низкие плазменные концентрации местных анестетиков снижают концентрацию провоспалительных цитокинов и активируют лимфоцитарный ответ, системные противовоспалительные эффекты местных анестетиков являются основой снижения частоты рецидива злокачественных новообразований, демилитирующий эффект ингибирования опухолевого роста и потенцирования эффективности химиопрепаратов за счет местных анестетиков и также данные, которые касаются уменьшения риска развития раневой инфекции при использовании местных анестетиков. Другой препарат, о котором говорят как о позитивном препарате, влияющем на опасность метастазирования, это пропофол. Это пропофол. Подавляющее большинство работ говорят о том, что положительные сдвиги наблюдаются у пациентов, которые оперируются в условиях пропофола, особенно в условиях регионарной анестезии. Происходит снижение подвижности и инвазивности опухолевых клеток, происходит ингибирование цикла оксигеназы, по данным различных авторов. Ингаляционные анестетики. Здесь не совсем все понятно и ясно на сегодняшний день. Инвитро подавляющее большинство работ отмечает канцерогенный эффект, а вот инвиво противоположный эффект. Но в то же время авторы отмечают, что инвитро исследования не отражают среды, в которой находятся раковые клетки в организме человека, и не идеальны для экстраполяции в клинику. Поэтому на сегодняшний день ингаляционные анестетики не противопоказаны при использовании операций у онкологических пациентов. С опиоидами все сложнее. Несмотря на то, что была опубликована статья в очень уважаемом журнале Анестезиологи, в котором такая вот есть фраза, для стабильной иммунной системы в переоперационном периоде необходимо избегать системного назначения морфина. Но в то же время мы все-таки должны говорить о том, что на сегодняшний день сам морфин, это золотой стандарт все-таки обезболивания, он сохраняется на сегодняшний день. И есть данные, что в небольших дозах морфин не стимулирует рост опухоли, и нет доказательств, что он сам может способствовать образованию онкологических заболеваний. Но самое главное, что он не стимулирует рост опухоли в малых дозах. За счет чего? Возможно, за счет хорошего обезболивания. Это очень важно. Поэтому морфин в небольших дозах, он не противопоказан. А вот нестероидные противовоспалительные средства однозначно указывают на эффективность их у пациентов онкологического профиля, что они обладают высоким защитным эффектом. Попалась очень большая обзорная работа, которая, на мой взгляд, меня очень удивила. Однократная доза кетеролака или диклофинака улучшает исходы у пациентов с раком молочной железы. Но появляется работа о том, что нестероидные противовоспалительные препараты увеличивают риск несостоятельности анастомозов. Если суммировать, то какие препараты оказывают негативное влияние на иммунный статус, а какие оказывают, скорее всего, позитивное влияние, нужно отнести к негативному влиянию кетамин, теопиталнатрия, медозолам, возможной ингаляционной анеостетики, об этом мы уже с вами говорили, закись азота, морфин, фентанил, мы тоже отношение к этим препаратам сказали, а вот позитивное действие – это деприван, местные анеостетики, тромодон, селективные ингибиторы циклооксигеназы и нестероидные противовоспалительные средства. Вопрос очень серьезный, тот, который на сегодняшний день очень плохо решается во многих клиниках, и в нашей клинике мы пока этот вопрос решить не можем – это гипотермия. Очень большая обзорная работа 2020 года, умеренная гипотермия менее 1 градуса увеличивает и потерю крови, потребность в трансфузиях увеличивает, повышает риск после операционных осложнений. Умеренная гипотермия до 35 – это иммуносепрессивный фактор, а увеличение уровня кортизола происходит активация симпатической нервной системы, и есть экспериментальная работа, которая показывает усиление роста колоректального рака. Стратегия к анестезии. Анестезия должна к максимуму сводить опасность развития хирургического стресса. Необходимо создать стандартизированный протокол, сочетанный анестезией, предусматривающий минимизацию хирургического стресса, достаточный уровень анальгезии и седации, надежную контролируемую мерилоксацию с применением согомодекса для быстрого выхода из наркоза. Инфузионная терапия. Доказано, что операционное нарастание веса, оно коррелирует с опасностью летального исхода. Инфузионная терапия. Очень много на сегодняшний день вопросов по инфузионной терапии. Гипоперфузия, гиповолемия – это гипоперфузия, органная дисфункция, тоже неблагоприятный исход. А гиперволемия, перегрузка объемом – это отек, органная дисфункция, неблагоприятный исход. Отсутствие избыточной инфузии является предиктором увеличения пятилетней выживаемости. Но как попасть именно в этот промежуток, это бывает чрезвычайно сложно. И я хотел бы показать клинический пример. Торакотомия справа, плеврактомия, декортикация легкого, изолированная химиоперфузия плевральной полости, фотодинамическая терапия плевральной полости. Вот вы видите выполнение плеврактомии, декортикации легкого. Около шести часов вот эта скрупулезная работа хирурга заняла, только на этом этапе. Вы видите препарат пароэтальной плевры, как вот чулочек снятый выглядит она. Это легкая до проведения химиоперфузии, а это после обожженная часть легкого, вы видите, это после химиоперфузии. Понятно, что любая лишняя капля инфузионной терапии – это отек и гипергидратация легочной ткани. На сегодняшний день подход к целиориентированной инфузионной терапии тоже неоднозначный. Ясно, что инфузионную терапию следует осуществлять сбалансированными электролитными растворами. Назначение инфузионной терапии должно основываться на данных, полученных с помощью малоинвазивных, я подчеркиваю, малоинвазивных методов контроля гемодинамики. При развитии гипотонии, связанной с эпидуральной анестезией, при нормовой лиме, следует использовать вазопрессоры. В послеоперационном периоде необходимо в минимально возможной сроке перейти на пероральное возмещение жидкости. В кардиохирургии несколько проще подход к этому вопросу. В частности, алгоритм лечения синдрома низкого сердечного выброса, предложенный профессором Еременко. Вы видите ориентир на сердечный индекс, ориентир, если страдает постнагрузка, это использование вазодиэлитаторов, контрактильность, это инотропные препараты, преднагрузка, это инфузионная терапия. Но это уже вопрос того, какую методику мы должны применить. В данном случае это инвазивная методика контроля гемодинамики. Гемотрансфузия. Сама гемотрансфузия снижает активность клеток киллеров, создает неэффективный иммунный ответ и отмечается увеличение летальности при использовании гемотрансфузии при колоректальном раке. Согласно рекомендациям и нашим ГОСТам, проведение гемотрансфузии в интероперационном периоде начинается с 70-90 грамм на литр. С другой стороны, вопрос, а с какой допустимый уровень анемии, который мы берем пациента в операционную? Ни в одном из существующих приказов лично я, может быть, я ошибся, может быть, вы тогда поправите во время дискуссии меня, я не нашел. Будет интересно, конечно, этот обсудить вопрос. У нас будет выступать в последующем наш заведующий отделением трансфузиологии Марина Александровна Мацнева. Возможно, она и будет поднимать, в частности, этот вопрос. Поэтому ставится вопрос не о гемотрансфузиях часто во время операции, а гемотрансфузия – это уже как последний метод, который мы должны, наверное, применить при кровопотере, а это попытаться уменьшить кровопотерю. Управляемая гемодилюция, использование аутокрови, управляемая гипотония не всегда, они сейчас в последнее время используются и не всегда имеют широкое применение, особенно у пациентов с выраженной сопутствующей патологией. Мы все оцениваем как большой позитив это использование CellSaver. Но, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, инструкция к отечественной, отечественная инструкция к аппарату CellSaver для аутогемотрансфузии, противопоказания и осложнения, хирургическое вмешательство в области злокачественного новообразования может стимулировать диссеминацию опухолевых клеток в случае их аспирации в аутотрансфузионную систему. Это вопрос уже, возможно, в юридической области находится. Антифибринолитики. Широко используем тронексамовую кислоту, но, к сожалению, появляется работа, которая указывает, что влияние тронексамовой кислоты на тромбоэмболические осложнения на сегодняшний день не совсем изучены. Мы используем к применению данные руководства по применению компонентов донорской крови, это тоже документ, это ГОСТ, используется десмоприсин, апротинин мы в практике, и опыта использования его нету, как и эритропоэтина в последнее время тоже не используем, из-за того, что есть данные, что он неблагополучно влияет на онкопроцесс. И при некоторых ситуациях используем препарат активированного седьмого фактора. Используется терлоприсин, это аналог вазоприсина, мы отметили интересный момент сочетание терлоприсина с эпидуральной анестезией, особенно если эпидуральная анестезия создает гипотонию, которую мы хотели бы избежать, вот совместно применение с терлоприсином уровень гипотонии становится значительно меньше. Посмотрите в своей практической деятельности, может быть, вам вот это, вы тоже увидите тот же эффект, который видим мы. Применение седьмого фактора назначается при лечении гипотермической когулопатии, но только необходимо осуществить непосредственно коррекцию ацидоза, и мы рассматриваем применение этого препарата тогда, когда комплексная гемостатическая терапия терпит неудачу, и когда обычные гемостатические возможности уже были исчерпаны. Здесь только очень важно нужно помнить, что терапия должна проводиться по данным термополастографии. Эффективное обезболивание. У больных с лапаратомным доступом для обезболивания целесообразно использовать эпидуральную анестезию на основе местных анестетиков. При лепароскопических операциях альтернативой эпидуральной анестезии служит мультимодальная анальгезия. Роль послеоперационной анальгезии. В экспериментальной модели отмечена эффективная послеоперационная анальгезия, что она может уменьшить количество и частоту метастазирования. Депрессия клеточного звена иммунной системы развивается уже во время операции и длится на протяжении нескольких дней. Пик иммуносепрессии на третьи сутки. Ранний послеоперационный период это то терапевтическое окно для эрадикации циркулирующих опухолевых клеток и микрометастазов. Что используют для послеоперационного обезболивания? Я уже говорил, что морпин остается до сих пор золотым стандартом. Но дозы не должны быть большими. Но, с другой стороны, они должны быть адекватными. Для обезболивания онкологических пациентов целесообразно использовать и назначать ингибиторы циклооксигеназа в сочетании с опиоидными анальгетиками для нивелирования негативного влияния последних на иммунную функцию. Мультимодальный подход к анальгезии. Если мы посмотрим на эту схему, то становится понятно, что на уровне болевой цепочки до вхождения непосредственно в задние рога спинного мозга на этапе, в частности, трансмиссии мы наиболее эффективны использование местных анестетиков. Для этой цели можно использовать так называемые, их нельзя, конечно, назвать, различные варианты, регионарная анальгезия. Но мы отдаем предпочтение эпидуральной анальгезии, развитие блокады до операции, более выраженная степень защиты от стресс-ответа и надежная фиксация катетера. Мы говорили, что 3-5 суток после операционного периода нужно проводить эпидуральную анальгезию. Возможность использования различных помп, которых бояться использовать на отделении не нужно, бояться гипотонии мы не встречаем. И вот у авторов, которые здесь мы представляем данные исследований, около 5% артериальной гипотонии, в последнее время, ну, единичный случай, если они встречаются, то это единичный случай, и не было такой выраженной гипотонии, которая требовала срочно проведения какой-то интенсивной терапии. А эффект анальгезии прекрасный. Через 6 часов после операции можно разрешить пациенту сесть, если пациент компенсирован, и если пациент обезболен, и вот в данном случае эта фотография взята из интернета, фотография наших коллег, вы видите, через 5 часов после операции гемиколоктомии, а если пациент не может из-за физической немощи встать, то возможно использовать вертикализацию в раннем послеоперационном периоде, то, что вы видите из опыта использования нашего отделения. Раннее восстановление интерального питания допускается потреблением более 300 мл жидкости в день операции при колоректальных операциях. Начало интерального питания адаптированными смесями через 5-8 часов после операции, в частности после операции на пищеводе, но здесь очень важно ставить двухпросветный или трехпросветный зонд, который с одной стороны может который стоит в области анастомоза и аспирирует непосредственно содержимое около области анастомоза, а дистальный отдел заведен гораздо глубже для проведения уже интерального питания. Нутритивная поддержка отмечена, что она эффективна, омега-3 жирной кислоты обладает противовоспалительным эффектом, проводит снижение супрессии клеток киллеров. И в конце сегодняшней лекции я хотел бы сказать, что очень важно создавать или придерживаются тех рекомендаций или тех протоколов, которые стандартизированы, но в то же время они имеют индивидуальный подход. Вот обратите внимание, выбор пациента таракальная анестезия при операции резекции кишечника, либо общая анестезия при противопоказаниях таракальной анестезии. Далее, в зависимости от того, что мы избрали, какая оперативная техника, какие назначаются непосредственно препараты для послеоперационного обезболивания, и очень важно эта оценка боли. Вот мы сейчас проводим одно клиническое исследование, и крайне удивились тогда, когда начали давать шкалы пациентам их оценки. В практике мы либо резко занижаем, либо резко завышаем болевую чувствительность, зачастую либо не назначая, либо наоборот увеличивая дозы анальгетик, которые в данном случае вообще необходимы. И завершая нашу лекцию, я хочу сказать, что о многом о чем я говорил, это элементы фасттрека, которые очень эффективны в онкохирургии. И вы видите, то количество работ тоже, которое было за последние годы, и обратите внимание, опять же, как влияет ковид на публикационную активность. И в заключение я хотел бы поблагодарить коллег отделения, без которых сегодняшняя лекция была бы исключительно только цитирование литературных данных. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.